Итак, добрый день, мы сегодня с вами продолжаем строить наш дом. В этой части вы сможете увидеть расстановку окон дверей, создание фундаментной плиты, плиты перекрытия, расстановка основных размеров. Ссылки будут на подбор дверей по помещениям по функциональному значению. Напоминаю, что это обучающие ролики, которые показывают, кто хочет научиться работать в программном комплексе Revit. Если попутно у меня этот же домик строится в автокаде, тоже есть эти видео на канале. Ссылки все будут доступны либо в конце видео, либо с бывающими подсказками. Итак, по прошлому видео мы с вами построили основные несущие, внутренние и внешние. Я говорил, как настраиваться на стены. И сейчас достроил перегородки по примеру того, что у меня был по заданию мой дом. Соответственно, перегородки кратные 10 мм у нас с вами строятся с привязками, чтобы внутри были нормальные размеры. Перегородки были сделаны из кирпича. Более подробно я, опять же, рассказывал в видео по автокаду, когда строил аналогичный домик, только он немного отличается сборкой основных стен, материал основных стен. Если здесь у нас из несущих газобетон кирпич, там у нас есть кирпич, термическая воздушная прослойка и утеплитель. В принципе, ничего такого критичного нет. Итак, продолжаем. Что мы сейчас с вами будем учиться строить? Мы с вами будем учиться строить плиту нашего перекрытия и фундаментную плиту для нашего дома. Данный дом был выбран, что он располагается на монолитной железобетонной плите фундаментной. Да, это спорный момент. Он может находиться на ленточном фундаменте. Все зависит от грунтов. Я буду показывать просто, как строится плита и, соответственно, плита перекрытия междуэтажную. И уже, чтобы в дальнейшем мы с вами могли перейти на второй этаж. Итак, построение у нас с вами начинается с вкладки Архитектура, Перекрытие, Перекрытие архитектурное. Есть перекрытие несущее, перекрытие по грани, ребро плиты. Перекрытие по грани мы будем использовать в дальнейшем, когда дойдем, азы пройдем в Revit, для формообразующих элементов. Перекрытие несущее, оно может использовано тут. Но так как мы не создаем расчетную модель, никуда эту модельку не перегружаем для расчета и проверки. Она нам не обязательно, но можно строить через нее. Я буду выбирать архитектурное перекрытие, архитектурное у меня будет идти в плита. Да, то, что касается фундаментной части, можно ее делать также через вкладку конструкции. Здесь большой различный набор функций, которые необходимы для построения фундаментов. Мы об этом еще будем с вами говорить, но немножко позже. Пока пройдем только азы. Итак, возвращаясь в архитектуру, перекрытие, перекрытие архитектурное. Кто спрашивает, принципиальное отличие от несущих и архитектурных, то, что можно в дальнейшем перегружать, добавлять конечные параметры для элемента, а его теплопроводность, которая необходима для теплотехнического расчета, в соответствии с подбором, который уже был выбран расчетными комплексами. Сейчас мы с вами учимся только моделированию. Итак, перекрытие архитектурное. Активировав функцию перекрытие архитектурное, сначала что нам необходимо с вами? В первую очередь программа интересуется, на каком уровне мы располагаемся. Я строил на плане первого этажа, поэтому у меня уровень базовый план первого этажа. Это у меня будет фундаментная моя плита. Перепроверяйте через панель свойств, на каком уровне вы располагаетесь. Дальше что нам необходимо сделать? Зайти, нажать функцию изменения типа стандартной плиты. Изменить тип. Копируя стандартные значения, по умолчанию у вас там будет типовая 150 мм, вне зависимости от версии программного продукта, у вас будет этот отдельный материал. Я его переназываю. Пускай это будет фундаментная плита, сокращенная будет писать. ФП 300 мм. Обычно 300 мм достаточно, особенно для Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Но опять же, напоминаю, что нужно смотреть, какие грунты у вас используются в основании. Но это мы с вами постепенно будем усложнять все. И со временем, в зависимости от желающих, я это все рассматриваю. Соответственно, пока мы приближаемся к рубежу 15 тысяч. Фундаментная плита 300 мм. Дальше, что я делаю? Захожу в изменение структуры слоев моей фундаментной плиты. Меня интересуют здесь два показателя. Первый, это материал и толщина. Пойдем от простого к сложному. Толщину нажимаем один раз левой клавиши мыши, пишем 300 мм. 300. Дальше, материал. По умолчанию он по категории, но мы не будем использовать, который материал предлагает нам программа разработчик. Но будем сказать, что да, этот материал чем-то напоминает структуру бетона. Но я его выберу вручную, чтобы уже никаких проблем не было. Найду в поиске бетон. Бетон железобетон, либо бетон монолитный, и буду использовать его. Прошу прощения за это неожиданно. Телефонный звонок. Итак, я выбираю бетон железобетон. Опять же, в графике мы видим то, что штриховка в разрезе у него не по ГОСТу железобетонный, а штриховках мы с вами будем говорить немножко позднее. Закончим модель хотя бы плана первого этажа. Я ставлю файл для подгрузки штриховок. Это патовский файл, внутренний, со штриховками для Ревита, в котором есть 700 различных образцов штриховок, которые если вы не найдете стандартных, найдете именно там. Ссылка на него еще будет, скорее всего, в следующем видео. Итак, я выбираю штриховку железобетона. Напоминаю, что штриховка железобетона, но я ее вынесу, как она выглядит. Можете сравнить, она выглядит немножко не так. Итак, железобетон. Либо два раза нажимаем по нему, просто левой клавишей мыши, либо подсвечиваем его, нажимаем ОК. ОК. Еще раз ОК. Мы с вами задали материал. Мы теперь увидим в панели свойства, что у нас плита монолитная, бетон-железобетон, фундаментная плита, 300 мм. План первого этажа. Итак, у нас есть несколько замечательных функций в панели рисования, в которой появилась новая панель, когда вы начинаете построение именно плиты перекрытия, фундаментной плиты, да и еще нескольких элементов, о которых я буду напоминать и все время показывать. Итак, у нас есть возможность либо чертить линейные отрезками, то есть я могу обчертить свой домик при помощи различных отрезков. Просто, понятно. Идем дальше. Какие у нас еще есть функции? Но насчет геометрических фигур. Тоже все просто, понятно, примитивно. Воспользуемся более сложными. Функция выбрать линии и выбрать стены. Сначала начнем с выбрать стены. При активной функции выбора стен у нас с вами отрезок будет строиться по внешней границе, либо внутренней границе нашего основного несущего элемента, который был в граничных значениях сердцевины по нашей стене. Я могу его менять стрелочками туда-сюда, показывать, где он будет привязан. Внешней, либо к внутренней границе. Окей. Тоже вроде бы просто и ускоряет жизнь. Но так как у нас с вами фундаментная плита должна ровно закрывать весь наш дом, мы воспользуемся другой функцией. Но здесь можно построить тремя основными. Отрезком, фигурой, либо функцией выбрать линии. Нажимаем на нее, и при помощи нее я теперь могу просто общелкать граничное значение своей стены. Нажимаете один раз, потому что может возникнуть ошибка. Я сейчас покажу на примере. Я нажимаю один раз, все получается замечательно, хорошо, красиво. Окей. Я построил. Если я сейчас нажму окей, у меня получится моя плита, я смогу на нее посмотреть. Рассмотрим, какие ошибки могут возникнуть у вас. Если отрезок не замкнулся, то есть вот он, не замкнутый контур, я его разорвал, зажал левую клавишу мыши и разорвал его. Нажму Escape. Могу даже с первого взгляда не найти его, потому что он предельно маленький участок какой-нибудь. Нажму зеленую галочку. У меня появляется окно, которое говорит, что линии должны образовывать замкнутые контуры. Если я нажму выход из режима эскиза, вы закроете построение эскиза. Не нужно гладиод, лучше найти ошибку. Ну, кому как. Кому проще найти ошибку перепостроения, тот может воспользоваться этой функцией. Я буду пользоваться другой. Нажму функцию Показать и мне программа покажет, где у меня контур разорван. Это первый случай ошибки, когда контур разорван. Нажму Продолжить и соединю. Соединю элементы. В чем может быть вторая ошибка? Выбрать линии, когда вы два раза нажали в одно и то же место, в одну и ту же стенку, у вас появляется новое окно. Выделенные контуры перекрываются, линии не могут образовывать замкнутых контур. Вы даже можете на нее не обратить внимания, нажать на крестик, закрыть ее, и подумать, что все хорошо на самом деле, никаких проблем нет. Пытайтесь нажать на зеленую иголочку. У вас появляется новая ошибка, линии не могут накладываться друг на друга. И в этом случае у нас линия выделена оранжевым таким цветом, темно-оранжевым. Не путайте ошибки. Когда они разорваны, у вас будет два кружочка оранжевых. Когда они накладываются друг на друга, линия будет оранжевая. Я просто подсвечиваю левой клавишей мыши, удаляю одну из линий и соглашаюсь с выполнением операции. Периодически с выполнением построения новых функций, Gravit будет предлагать вам автоматически сохранить проект. очень полезные функции, так как в редких случаях он не вылетает. Но это специфика программы. Она слишком много нагружает оперативную память, частично нагружает видеокарту, особенно когда вы с трехмерными моделями работаете. Поэтому лучше лишний раз сохранить. Я этого делать не буду, я знаю, что у меня ничего не вылетит. Итак, у меня плита теперь подсвечивается синим цветом. Да, кто спросит, а где у нас крылечки веранда и террасы? Сейчас мы будем достраивать и будем учиться пользоваться новой функцией. Синим цветом подсвечивается, где я могу ее увидеть. Давайте, наконец-то, переключимся в трехмерный вид. Располагается он либо в верхнем углу в панели быстрых команд, выглядит как домик, и написано 3D-вид по умолчанию. На ноутбуках, чаще всего, либо на компьютерах, у которых используются мониторы с маленьким разрешением, этой быстрой панели команд вообще нет. Все с линией. И ее даже достаточно проблематично назад вернуть для отображения. Поэтому все эти команды на самом деле есть в самой программе. Поэтому ничего страшного в этом располагается. Ну а в вкладке вид, также домик этот, 3D-вид по умолчанию. Здесь есть камеры, обход, о них еще будем с вами работать. Нажму функцию 3D-вид по умолчанию. Вот моя трехмерная модель дома. Я включу настройки уровня детализации на высокий. Визуальный стиль включу реалистичный, чтобы в реалистичном виде посмотреть мой дом. Вращением объекта, я уже говорил об этом в одном из предыдущих видео, осуществляется зажатая клавиша Shift и колесико мышки. Мы его можем повращать. Если просто крутить колесико, вы приближаете его. Просто зажатое колесико ориентируйте свой домик в пространстве. Вот я могу увидеть уже, с чего меня представляет мой дом. Ну, это еще сложно назвать дом, коробка. Вернусь назад на план первого этажа. Два раза нажимаю в диспетчере проектов левую клавишу мыши. Мы должны с вами отредактировать фундаментную плиту таким образом, чтобы у нас с вами получилось и крыльцо, и веранда, и в дальнейшем появится еще и пантус. Но пантус мы будем устроить немного другим методом. Как найти на двухмерном виде мою фундаментную плиту, которая располагается ниже. Вам нужно зайти в редактор эскиза. Я еще никуда не нажимал, я просто говорю. Найти его можно. Для тех, кому проблематично это все найти, в трехмерном виде два раза нажать по нашей фундаментной плите. Либо подсветить ее и нажать функцию редактировать границу. То есть, редактировать эскиз. и уже в дальнейшем перейти на план первого этажа. Вот она, граница розовым цветом подсвечивается. Либо я могу навести курсор к граничному значению моей стены и познакомиться с новой функцией клавиши объекта. Нажму еще раз левую клавишу тап и левую клавишу мыши у меня подсвечивается моя фундаментная плита. Вы можете это понять по панели свойств, что вы подсветили. Еще раз. Навел курсор. Причем у кого может это не получиться, вы курсор не навели на границу своей стены. А просто где-то курсор оставили в стенке. Нажимаете тап вот весь контур подсвечивается. Еще раз тап а ничего больше не происходит. Потому что вы не нашли границу в своей плите перекрытия. Итак, я на ее курсор на границу. Нажимаю два раза тап вот моя плита перекрытия. Я редактирую ее границу. Что я делаю теперь? Границные значения своих крылечек террас я уже находил в видео по автокаду. Опять же, на него в конце будет ссылка кому интересно как я все это определял, рассчитывал. Напоминаю то, что минимальный стандартный габарит для крыльца это полтора умножения на ширину дверного проема это отступ от стены грубо говоря это вот этот отступ где у меня будет входная моя дверь головной мой вход. И дальше по 500 мм от самой двери вот здесь у меня дверь по 500 мм это минимальное значение. Вы сможете найти это в нормативах. Я уже это все посчитал либо вы по техническому своему заданию в масштабе определяете габарит террасы или выкрыльца. Что я делаю теперь? Я строю сверху террасу здесь небольшой вход и здесь крыльчко. Как я это буду делать? Не знаю, но будем знакомиться с новыми функциями. Лучше всего это познакомиться на самом деле сбоку сначала дострою, потому что здесь у меня везде граничные отрезки есть. То есть мне ничего даже редактировать не нужно будет, я просто буду достраивать. Итак, я возьму построение отрезка и просто запроектирую произвольный контур для своего крылечка, грубо говоря. Там у меня не должно быть по плану крыльцо, я просто показываю новые функции. Контур должен быть единым, то есть линии, разделяющие здесь по центру, быть не должно. Как они удаляются? В панели изменить у нас есть замечательная функция, называется разделить элемент. Выглядит она будет при нажатии этой клавиши, как скальпель. Нажимаю на нее, и могу выделить граничные значения, то есть давайте попытаюсь приблизить, у меня появляется там тоненькая синенькая полосочка, которая будет показывать, где рассекается у нас элемент. Я могу на самом деле рассечь где угодно, но когда вы наводите на граничные значения, у вас там фиксируется, где у вас отрезки стыкуются в единое целое. И вот таким самым я вырезаю, нажимаю Escape и удаляю ненужные сегменты. Вот у меня отдельный замкнутый контур. Я думаю, понятно. Не путайте с функцией раздвигать с зазором, там появляется зазор буквально полтора-два миллиметра, этого нам делать не нужно. Итак, я откачусь назад и строим свое крылечко. Снизу оно будет двухметровое, два метра и будет повторять границу моего дома. то есть по факту здесь могу отрезки просто удалить. Сверху у меня будет крыльцо 2800, я уже его находил, точнее это будет терраса 2800, который тоже будет повторять контур моего дома. И то, что касается входа дополнительного в гараж, у меня будет полтора метра 1500 ровно по границам опять же моего дома. Поэтому я вам показал дополнительную функцию по настройке, как вырезать участок. Соглашаюсь с выполнением данного действия и посмотрю снова на трехмерный вид. пандус я еще не строил. Если у вас крыльцо веранда террасы это не отдельные элементы, они сразу же будут как продолжение вашей фундаментной плиты, мы все сделали верно. Это единые контуры с фундаментной вашей плитой. По сути дела просто продлевают опалубку, в которую заливают вашу плиту. Если их строят отдельно, это отдельные контуры, которые вы должны построить отдельно. Итак, вот я могу опять же посмотреть на свой домик. Что я делаю теперь? Строю перекрытие между первым и вторым этажом. Как это делается? Я перехожу на план второго этажа. Два раза нажимаю по нему левый и дальше. Вот я перешел, все подсвечивается серым цветом, это абсолютно нормально, потому что у нас стены не пересекают секущий диапазон, то есть область вида, где мы с вами смотрим. Как мы с вами делаем? Точно так же вкладка архитектура, пол перекрытия, перекрытие архитектурное. Как я говорил в прошлом видео, у нас последний созданный элемент остается в панели свойств. Я нажимаю изменить тип. У меня фундаментная плита 300 мм не нужна. Копировать. Теперь я уже называю 150 мм. Это будет у меня моя плита перекрытия. 150 мм. Я просто назвал 150 мм. Материал у нас используется один и тот же, поэтому заходя в структуру слоев, я меняю только толщину. 150 мм. Окей. Окей. Теперь для построения плиты перекрытия проекты бывают разные. Бывает то, что перекрытия идут по контуру нашего дома. Так же, как я строил сейчас первоначально фундамент на плиту. Помните, чисто контур здания. И тогда некрасиво на фасадах выступает эта плита перекрытия. Постараюсь пример в картинках привести. Есть другая функция построения. У нас кирпич облицовочный. Его используют уже в дальнейшем, когда полностью монолитный каркас уже сделан. Либо каркас из газобетона. И тогда перекрытие опирается на основной несущий элемент. В данном случае на газобетон. На плане второго этажа мы его не видим. А что? можно сделать. Да, можно было построить эту плиту перекрытия на плане первого этажа, выбрав панели свойств уровень плана второго. Либо строить на плане второго этажа сразу же. Итак, у нас есть замечательная функция выбрать стену. Вспоминаем то, что я говорил. Там есть возможность построения либо по внутренней, либо по внешней границе основной несущего элемента. Выбрать стену. И начинаем просто общелкивать свои стены внешне несущего. Вот таким вот образом. Всегда нажимайте Escape после окончания построения. Опять же, повторюсь, здесь можно у нас изменить их ориентацию. То есть, либо по внешней, либо по внутренней границе идти. Идите по внешней. вот я вижу, что у меня здесь еще есть расстояние. Это мой кирпич облицовочный 120 мм. А сейчас внимание. Нужно запомнить, что при завершении построения перекрытия, если я нажимаю зеленую галочку, у меня появляется первое окно. Присоединить стены, доходящие до отметки этого перекрытия, к его низу. Нет. Мы здесь нажимаем нет. Почему? Если вы сейчас нажмете эту функцию, то она подразумевает то, что и облицовку он опустит, хотя у нас запроектировано по основному несущему элементу, и несущий элемент немного опустит на 150 мм. Если мы нажмем здесь присоединить, это будет сделано неверно. У нас кирпич уйдет вниз. Если я нажму здесь в первом окне не присоединить, он мне говорит окей, кирпича оставляю на 150 мм. Несущий газобетон я опускаю на 150 мм вниз. Что он у меня спрашивает вторым окном? Присоединить ли геометрию и вырезать ли вот этот участок? Если я в первом случае подразумеваю то, что газобетон у меня должен быть опущен, но на самом деле он перекрытие просто опускает, газобетон оставляет. Будет два материала не в единой сборке, а пересекать один материал другим. а если я нажму здесь функцию да то он опустит газобетон и перекрытие пойдет у нас так как должно было идти. Грубо говоря, что вы должны запомнить в дальнейшем просто руку набьете в первом окне нажать нет во втором да и все здесь нажимаю да и покажу на примере сейчас это вроде бы как сложно объяснял ничего не понятно но очень интересно перейду в трехмерный вид внутренние стены у меня еще не присоединились это абсолютно нормально внешне у меня сработали поэтому это все правильно выделю перекрытие и посмотрю особенно на углах вот у меня газобетон опустился на 150 мм вниз но и кирпич у меня остался таким какой он должен быть на отметке моего этажа давайте спрячем все остальные элементы клавишей tab выделю все взаимосвязанные перегородки которые возможны функция присоединить верх основания и нажму на перекрытие перегородка присоединить верх основания перегородка присоединить верх основания перегородка присоединить верх основания и на перекрытие грубо говоря он присоединяет к моему перекрытию мои построенные элементы с колонной еще поговорим на самом деле там немножко другая функция нам нужно будет ее редактировать чтобы штриховка корректно отображалась. Мы с вами построили замкнутую коробку для нашего дома. Давайте разберемся теперь с окнами и дверьми и гаражными воротами, которые здесь всего лишь есть. Там три стандартные сборки, но в интернете можете найти их достаточно много. Я вернусь на план первого этажа и буду расставлять свои основные окна. На самом деле у меня здесь окно-дно, располагается на северной части моего здания, насколько я помню. Я сейчас перепроверю по проекту, потому что его перед глазами нет. Давайте начнем с дверей. Двери в помещениях и гаражные ворота. Как построение у нас происходит окон дверей? Вкладка архитектура, дверь. Многие обрадуются то, что я особенно задержу функцию. Ура, мы сейчас построим двери. На самом деле там есть у вас стандартная дверь, достаточно страшная. Сейчас покажу, как выбирать другие двери. Но нажму не по умолчанию, вкладка архитектуры, дверь. И в панели свойств я вижу то, что у меня дверь есть только одинаковая, одиночные, щитовые, просто щитовая дверь, без всего. И дальше уже будем настроить высоту двери и ширину. Внутри помещений, может быть, это и сойдет. Но опять же, я хочу в другую дверь использовать в своем проекте. Я воспользуюсь функцией вставить, загрузить семейство. На самом деле, при установке программного продукта, уже по умолчанию, там есть семейство, набор семейств с дверьми. Вставить, загрузить семейство. И я вижу то, что здесь большое количество различных семейств. Меня интересует папка двери. И я здесь могу и витражные двери загрузить, и щитовые. Для России по ГОСТу двери могу найти. Те, которые нужно будет вам добавить. Мы с вами еще научимся редактировать все семейства. Но сейчас мы будем просто выберем ту дверь, которая мне подойдет. Рулочки будем подгружать для этих дверей. Я хочу дверь, чтобы она была со стеклом внутренним. Вот входная дверь. На этой двери внутренней написано, но я буду использовать ее как входной. Подсвечиваем элемент, нажимаем открытие. Здесь у нас есть показатели, которые дополнительно с семействами подгрузятся, но не суть важна. Это не основная задача нашего проекта. Нажимаю ОК. Я буду учить еще вас редактировать семейство. Итак, вот моя дверь односчетовая. Что нам теперь необходимо настроить? Зайду в изменение типа моей двери, которая после подгрузки появляется в панели свойств. Либо опять также я могу нажать Escape, вкладка архитектура, дверь. И вот они уже теперь две двери различные. Что мне необходимо? Зайду в изменение типа моей двери. Мне необходимо настроить здесь примерную высоту моей двери. Зависит от семейства. У некоторых есть возможность редактирования примерной высоты, у некоторых нет. Если есть возможность функции редактирования примерной высоты, то редактируйте ее. В большинстве своем нужно смотреть еще по высоте. Дальше уже будем измерять сам элемент и поймем, ошиблись мы или нет. Итак, примерная высота, стандартная дверь для России 200 мм. Примерная ширина, дверь входная минимум 1000 мм. Для газобетона, для кирпича немного отличается. Опять же, в прошлом видео, точнее не в прошлом, в видео по автокаду я об этом рассказывал. Нажму ОК и начинаю расставлять свои двери. Смотрю по проекту, где у меня должна была быть привязка моей двери. Просто сначала поставил ее, в дальнейшем при подсветке я могу отрегулировать, на каком расстоянии она находится у меня от внутреннего и внешнего угла. С какой стороны находится открывающаяся панель моей двери. Все это могу отредактировать. Итак, поставлю все внешние двери. Они все будут однотипные, поэтому я буду расставлять их. Привязка двери к внешнему элементу кратно 10 мм. То есть в углу, либо к перегородке 10 мм. И начинаю расставлять. Сейчас вспомню. Раз, у меня здесь дверь. Два дверь. Три. Это внешние двери. Теперь внутренние. Я буду использовать стандартную щитовую дверь. Только отредактирую, опять же, ее высоту и ширину. Ладно, теперь у меня здесь нет примерной высоты. Я редактирую ее просто высоту. 200 мм. И теперь начнем потихоньку. Двери в санузлы 700 мм. Ставлю дверь 700. Ставлю дверь и в технические помещения 700. Ну, в кладовые точнее. 700. Теперь изменить тип. Копировать. На самом деле нужно было сразу скопировать и переназвать ее по габаритам, которые я использовал. Немного ошибся. Вы не совершаетесь таких ошибок. А, теперь я буду использовать дверь в кухню, насколько я помню, и в тамбур. Я просто буду ставить в тамбур тысячную дверь такую же, как выходную. Меняю здесь значение. Тысяча. Раз, поменяю только ее открыванием. И дверь на кухню, насколько я помню. 900 мм. Изменить тип. Копировать. 900. 900. 900 мм. По технике пожарной безопасности желательно, чтобы все двери открывались наружу, либо по пути следования к эвакуации. Сейчас я посмотрю, где у меня располагалось окно. Итак, окно у нас с вами располагается вот в этом помещении. Его ширина 2 300. Окно. Что нужно знать при выполнении нашего окна? Сейчас я завершу курсор. Подоконник. Подоконники нормированы. В зависимости от материала, который вы используете, смотрите техническую документацию. Для газобетона он кратен 100 мм. И, соответственно, я буду подбирать окно. С окнами то же самое. У нас по умолчанию есть одно окно достаточно страшное. Давайте поставим другое. Вставить. Загрузить семейство. Теперь я иду уже не в окна. Ой, не в двери. А в окна. И буду использовать, пускай, вот такое подъемное окно. Двойное. Также по его подгружаю. Оно также теперь подгружается в мой проект. И в нем и останется. Архитектура. Окно. Высота нижнего бруса является как раз высотой нашего подоконника. Да, если вы зайдете в изменение типа семей, здесь есть подоконник. Но на самом деле он не регулирует высоту подоконника. Регулирует его через высоту нижнего бруса. Я поставлю 900 мм. Обычно это стандартный подоконник, который используется. Изменить тип. И теперь меня интересует ширина на данный момент моего окна. Высоту я потом уже отредактирую. Когда мы с вами перейдем к редактированию фасадов. Ширина моего окна 2300. Прошу прощения. Я опять же забываю все время это делать. Изменить тип. Копировать. Высота у меня останется 1100, но ширина 2300. Не забывайте копировать изменяемые элементы. Ширина 2300. Примерную ширину мы уже будем. 2300. Окей. И вот мое окно. Вот у меня получилось окно. Что мы с вами будем делать дальше? Посмотрим в трехмерном виде, что у нас теперь получается с нашим домиком. Вот он у нас. Я вижу, что уже высоту окна нужно регулировать. Потому что оно смотрится... Ну, во-первых, нужно смотреть по техническому заданию. Снова высота книжного бруса. Нужно смотреть по техническому заданию. Но и вы сами можете редактировать высоту. Я сейчас не переименовывал. Я просто сразу же в семействе все это меняю. Небольшая ошибка, опять же напоминаю. Нужно менять сначала в семействе. Вот я сделал пошире. Смотрится достаточно получше. Все это редактируется. Каждый материал в семействе. У меня будет отдельный урок по созданию семейств и редактированию внутреннему, в котором можно будет понять, как редактируются вообще материалы в семействе, как создавать новые семейства. Об этом я еще буду с вами говорить. Последнее, что мы с вами сделаем, поставим гаражные ворота. Да, с размерами я вначале оговорился. У нас их сейчас с вами не будет. Мы их перенесем на дальнейшем. Потому что нужно будет отредактировать их все функции, чтобы они выглядели красиво. И шрифт использовался, который был необходим. Но это будет отдельный урок, посвященный как раз размерам и работе с этими размерами. И настройка. Пошаговая инструкция, как отредактировать код и до. Иначе видео сейчас получится за час. Поставим гаражные ворота. Опять же, у размеров сейчас стандартных. Ни выносов нет, ничего нет. Внутренний размер пока расставлять нецелесообразно. Там каша получится из них, если автоматически не строится вынос. Поставим гаражные ворота. Да. И чтобы себя перепроверить, если вы говорите, а вот он размеры не ставит, как я пойму, правильно ли я поставил или нет. Во вкладке изменить, которая последовательно располагается, у кого-то она скрыта из разрешения экрана, там нажмите на стрелочку, которая по направлению вправо идет, появится вкладка изменить. И вот она линейка, при помощи которой можно измерить любое расстояние в своей конструкции. Итак, ставлю гаражные ворота. Через функцию вставить, загрузить семейство. Снова иду в двери. Иду в бытовые двери. И у нас вот две стандартные двери гаражные. Рельефная и щитовая. Пока можете использовать их. В дальнейшем, опять же, повторюсь, в интернете есть большое количество родственных семей с дверьми. Загружаю рельефную панель. Ширина гаражных ворот тоже нормирована, вы ее будете подбирать. Пока я поставлю стандартную, которую нам предлагает программа. Добавляется она через двери. Вот она щитовая 2400. Дверь. И ставлю ее в свой дом. Теперь на нее посмотрю. Вот моя стандартная щитовая дверь. Гаражные ворота. Здесь еще появится у нас тамбус. Тамбур. В дальнейшем. Вот так мы с вами постепенно заканчиваем проектирование плана первого нашего этажа по нашему дому. Планирую сейчас запустить отдельный курс по всем функциям в автокаде и в ревите. То есть при помощи чего я чертил. Как это можно было сделать. Так же, как я сегодня рассказывал про плиту перекрытия. Но надеюсь, что это будет полезно. Это отдельный будет плейлист, в котором можно посмотреть, как и для чего каждая функция в отдельности работает. Напоминаю, что вы можете на нее посмотреть, на каждую функцию, наведя туда курсор. Задержав его более чем на 3 секунды, появится вспомогательное окошко. Но я буду показывать, как это все в реальной проектной деятельности выглядит. Комментируйте как-то видео, нравится, не нравится, лайки, дизлайки. Все отмечаю, стараюсь модернизировать. Стараюсь делать каждый урок понятным. Понятным, точнее. Ну, все-таки 7 лет преподавательской практики о себе говорю. Да, преподаватель со стажем, дипломированный. Подписывайтесь на канал. Ну, это тоже, в принципе, не обязательно. Я все равно буду рассказывать для тех, кому интересно. Но если вам интересно и понравилось это видео, вы знаете, что делать. Всем спасибо, что были тут. Еще с вами увидимся. И скоро.